Всё сказанное в этих видео является личным мнением авторов и может не совпадать с мнением переводчика. Переводчик не несёт ответственности за достоверность данных и точность прогнозов. Никто не может рассказать будущее, поэтому готовым надо быть ко всему. Приветствую подписчиков четырёхлетнего путешествия. Надеюсь, у вас всё в порядке. С вами Баб Лукас, 15 декабря 2021 года. По сути, три года и почти что в годовщину окончания четырёхлетнего цикла и начала текущего четырёхлетнего цикла. Прежде всего, я хочу извиниться, так как чувствую себя нехорошо всю неделю. и не готов к детальному и продолжительному видео. И также собираюсь уйти на ежегодный отпуск в конце этого года и отдохнуть без доступа к сети на пару недель. Так что я подумал, лучше что-то, чем ничего. Меня не было пару месяцев с момента последнего видео. Так что это будет достаточно короткое видео об основном. Я не планирую погружаться в детали, честно говоря. Ничего существенного не случилось, на мой взгляд, в ситуации. Есть несколько зон, где присутствуют возможные сомнения. Но, будучи активным ходлером, нацеленным на долгосрочную капитализацию, отношу большинство происходящего к категории шума. И, знаете, страха для некоторых, кто нетерпеливо смотрит на графики и переживает за происходящее, находясь в открытых позициях. Так что давайте посмотрим на несколько моих идей относительно текущего четырехлетнего цикла. И, конечно, начнем с того, где мы находимся в текущем цикле. С точки зрения месяцев, это месяцы. С точки зрения месяцев, вот здесь, три года назад, в декабре 2018-го, мы, наконец, достигли низа после целого месяца падения. Отсюда и практически с самого пика пять лет назад. Ой, простите, четыре года назад. Вершиной декабря 2017-го и до самого низа три года назад. Это был целый год идеального медвежьего рынка, подготовившего место действия для текущего четырехлетнего цикла. Следующая низина четырехлетнего цикла ожидается здесь, в конце 2022-го. То есть через год плюс-минус несколько месяцев. От цикла к циклу — это усредненное значение, но в целом оно колеблется в пределах 10%. Это единственная точка в моем анализе, которая действительно имеет важное значение. На мой взгляд, люди постоянно зацикливаются на том, где будет точка максимального пика, где будет обвал, и если это еще не обвал, точно ли примерно где-то можно ожидать его, или где я ожидал его два или три года назад. Они начинают терять общую уверенность в своих позициях и положение в целом. Вершина цикла может образоваться практически везде, и это зависит в большинстве от более продолжительного тренда. Так что если вы посмотрите более продолжительный аптренд, который мы видим здесь, для биткоина за прошедшие 10 лет, нескончаемый аптренд бычьего рынка, вы увидите, что вершины располагаются гораздо-гораздо ближе к последующим низам, и это происходит много раз в восходящих порциях графика, так что в аптренде уверенного бычьего рынка вершина четырехлетнего цикла, вероятно, расположится ближе к третьему году, или даже глубже четырехлетнего цикла. И как я начал серию видео три года назад, первая серия была выпущена, я полагаю, 8 декабря 2018 года, я определенно сказал об отметке через три года, примерно где мы сейчас и находимся. И это как раз здесь, где мы примерно можем ожидать зоны для вершины бычьего рынка. И она еще не наступила. И похоже, что если это она, то она сместилась в 2022 год. И даже похоже, что первый квартал — это недостаточно времени для этого, возможно, второй квартал. И это абсолютно нормально с точки зрения цикла. И похоже, что здесь мы снова увидим низ. Но то, что сейчас происходит, чем дальше и глубже мы погружаемся в цикле, тем короче в теории будет продолжительность следующего действительно медвежьего рынка. Хотя, вы знаете, что-то незначительное у нас уже было. Множество 50-процентных или 45-процентных восхождений внутри данной порции аптренда 4-летнего цикла волатильность у биткоина на месте. И у меня ощущение, из-за комментариев и того, что я оттуда читаю, что большинство людей до сих пор не осознали профиль волатильности биткоина с момента его образования. Когда у тебя есть класс активов с возможностью трехкратного, четырехкратного роста в течение нескольких месяцев, как мы видели в 2017 году, в 2013 году, и, конечно, год назад, начав с 10 тысяч и достигнув 60 тысяч. И все, что имеет возможность либо профиль возможностей делать такие движения, также несет в себе огромные риски и возможные опасности в каждый момент времени. И, конечно, если ты не можешь позволить этого в своих позициях, и вот почему я всегда говорю, что размер ваших позиций имеет значение в классе активов с такой волатильностью. И если ты не можешь удержать свои позиции во время таких скачков и волатильности, то ты не сможешь добраться до конца цикла и реализовать свои прибыли. Я упоминал практически в каждом видео с самого начала. Я всегда говорил о цене в текущем цикле, вот находящейся вот в этом квадранте, в этой зоне, в районе этого периода времени и более высокой, нежели сегодняшняя цена. И это приводит к следующему естественному вопросу. Придем ли мы туда? Потому что я спросил в Твиттере, я думаю, это было в понедельник или ранее, позже на прошлой неделе. Есть ли у вас вопросы к следующему видео? На какие вопросы вы хотите, чтобы я ответил? И было интересно увидеть, что абсолютно большинство вопросов было о том, что достигли ли мы вершины, была ли это двойная вершина, медвежий ли это рынок. Было много просто утверждений, что это медвежий рынок. Как низко мы можем пойти? Очень много негатива и просто негативных вопросов. Очень мало вопросов о том, как высоко мы можем подняться, как далеко мы собираемся пойти вверх. Настрой очень важен в циклах, и я заметил огромный сдвиг в настрое. Практически, может быть и не медвежий, но может быть такой же медвежий, как был в марте 2020 года, когда рынок восстановился, и определенно приближающийся к настрою, когда у нас был медвежий рынок в 2018 году. Так что, с противоположной точки зрения, это как музыка для моих ушей. Бычьи рынки заканчиваются огромной эйфорией. Настроение стремится к бычьему, в сторону бычьего рынка. И у нас не было ничего подобного. Единственное, что может быть аргументом о чем-то похожем, это в декабре, в забеге с ноября по март, ранее в этом году. При этом я не ощущаю того, что это был тот настрой, тот уровень розничного вовлечения, который я ожидал увидеть от данного класса активов, который взрослеет таким вот образом. Это определенно не было похоже на то движение, которое мы видели в 2017 году с точки зрения настроения, с точки зрения розничного вовлечения. Очень мало из этого происходит вот здесь. Да, фактически, мы видели некоторые розничные вовлечения, новые розничные вовлечения в конце данного движения в последние пару месяцев. У меня были несколько знакомых или друзей друзей, кто вошел в рынок вот здесь. Но опять же, ничего похожего с уровнем того, что мы видели ранее. И я думаю, что более важно, ничего близкого к той мании, которую мы видели или ожидали увидеть в бычьем рынке со значительной большей капитализацией, более обширной вовлеченностью. Так что это один из основных драйверов для меня полагать, что мы еще не видели вершину в текущем четырехлетнем цикле и что у нас еще остались незаконченные дела. И также, не сказать, что я большой блокчейн-аналитик, но я смотрю на некоторые данные, и эти данные выглядят совершенно здоровыми с точки зрения накопления и уплотнения того, что делают майнеры. Для меня это выглядит, будто мы готовим еще одно основание вот здесь, которое станет поддержкой для финального забега к вершине четырехлетнего цикла. Если я посмотрю на это с точки зрения недель, то есть немного глубже, то это будет выглядеть похожим, по крайней мере структурно, на то, что мы видим здесь, в 2019 году, перед забегом до вот этой вершины. Как будто если бы мы... Я говорил об этом образовании тогда, когда оно происходило. И это было катализатором, или, по крайней мере, трамплином для этого крупного забега. И четырехлетний цикл имеет множество таких характеристик. Если вы помните, либо вернетесь назад, когда завершился медвежий рынок, очень немногие верили, что рост продолжится. Биткоин умер в тот момент. И биткоин в течение от шести до десяти недель вернулся на стремительный рост так, что очень немногие смогли на этом заработать и использовать этот момент. И он продолжался до того, пока биткоин не продалел отметку в десять тысяч, и буквально за пару недель добрался до отметки четырнадцать тысяч. Разве все, кто до этого был в бычьем рынке, в итоге проснулись и сказали «Оу, мы опять вернулись, медвежий рынок закончился, мы вернулись». И, конечно, как рынок любит делать, он любит наказывать недодисциплинированных инвесторов или трейдеров, кто приходит поздно на любые движения и следует за стадом. Это привело к довольно дикому девятимесячному падению, кульминацией которого стала ловушка для людей в этом движении и к самому историческому коллапсу в истории биткоина. И это задало и посеяло семена данному образованию. И, конечно, как я и говорил ранее, это не было вершиной четырехлетнего цикла, и мы снова вернулись сюда, и в итоге мы сделали данный забег. И я думаю, на мой взгляд, данный четырехлетний цикл содержал два действительно крупных движения. И все остальное было лишь стрясками и колебаниями туда-сюда, шлифованием, которое многих вводило в заблуждение. Единственное, кому удалось из этого движения извлечь максимум, конечно же, всегда есть индивидуальные случаи, наиболее эффективные, те люди, кто следует стратегиям, как вот это, когда рассматриваются значительно более широкие и продолжительные временные интервалы. И вы полагаетесь на лежащую в их основе философию и лежащие в их основе технологии, взвешенно входите в позиции и не позволяете движениям, колебаниям на 50-60% падения стряхнуть вас из позиции, потому что у вас в голове более долгосрочная стратегия, более долгосрочные цели, основанные на времени, а также на цене. И это позволяет вам сохранять свои позиции. Сейчас мы находимся три года в цикле, и я полагаю, у меня есть ощущение, что это положение дел, вера в это пошатнулась, и люди начинают задаваться вопросом. И это все потому, что большинство следующих данной стратегии находятся на уровне достаточно значительных прибылей, по крайней мере, на бумаге, если смотреть на биткоин с точки зрения доллара либо фиатных денег. Конечно, есть те, кто смотрит на свой портфель как на один биткоин, он и есть один биткоин, и все тут. И для них эти движения мало важны. Они истинные ходлеры. В этом плане их ничего не волнует. Они в сделке на очень долгое время, несмотря ни на какие четырехлетние циклы и падения. Забудьте об этих промежуточных спадах. Но для активных ходлеров, кто хочет войти в рынок по более низкой цене, на более долгий срок, и по крайней мере получить эти прибыли и, возможно, купить милый кусочек недвижимости или прибрежной земли на будущее, для них это важно. И я думаю, что в мыслях у многих сейчас, когда они смотрят на рынок и на свой текущий баланс, то, конечно, беспокоятся о возможности оказаться в ловушке массивного падения на 85-90% снова. Я скажу, что мы определенно в конце концов окажемся в следующем медвежьем рынке с падением в 80%, принимая во внимание волатильность биткоина, его профиль и его историю. Я не верю в истории, что институционалы не позволят этому, потому что мы уже видели 50% падение за короткий промежуток времени и, конечно же, мартовский коллапс. Так что не верю. Да, я верю в то, что мы еще увидим медвежий рынок и падение в 80%, но я не думаю, что мы это увидим сейчас. Вот почему люди обеспокоены этим сейчас. Они уже видели эти вершины, и они начинают постоянно обращаться к графикам. Пока мы не вернемся обратно на вот эти высоты и не преодолеем данную структуру, некое подобие двойных вершин возможно все, что угодно. И я первый, кто признает это, и по этой причине я породал небольшую часть своего портфеля под плюс 28%, я хочу отнести эту прибыль в банк, и это позволит мне оставаться в позиции и сохранять некоторое терпение и не психовать, если что-то пойдет не по плану. План здесь может выступать как направление, в которое ты должен верить, но при этом оставаться достаточно гибким, чтобы корректировать его, когда этот план идет не совсем так и не в соответствии с анализом. И сейчас я не вижу здесь чего-либо такого, чтобы меня крайне пугало. Я знаю, что многие из вас, если вы помните данное падение здесь, 3-4 месяца назад, может быть, пару видео назад, сигнал медвежьего рынка был очень громким и оглушительным, и этого не произошло. так много людей продали прямо внизу, вот здесь. И когда мы выросли прямо здесь, разговары о том, что это было импульсное движение и все сравнения медвежьего рынка с 2018 годом и других примеров были во всех социальных медиа. И все успокоились, как только мы вернулись на эти вершины. Но, к счастью, как все рынки любят делать и как любят запутывать, у нас есть подобие двойной вершины. Это признак медвежьего рынка. Это история либо полноценного медвежьего рынка, либо просто медвежий случай, когда люди боятся потерять то, что уже имеют в этой медвежьей истории. С точки зрения циклов, когда я смотрю на этот 60-дневный цикл, я вижу здесь восходящую структуру по сравнению с двумя предыдущими циклами. Низы образовали восходящую структуру, верха образовали восходящую структуру. По крайней мере, промежуточно мы находимся в восходящей структуре. И недавно, примерно 4-5 недель назад, да, по-прежнему это кажется двойной вершиной, у нас все еще есть исторический максимум, даже по закрытию. Мы превысили этот фитиль в апреле. Так что я не вижу причин для паники. Единственное, что меня все-таки смущает то, что мы не увидели взрывной рост ранее. Опять же, каждый цикл индивидуален. Неважно, это 60-дневный цикл или годовой цикл или 4-летний цикл. Каждый цикл отличается. Когда мы видим предыдущий цикл, в котором что-то происходило, например, мы достигли исторического максимума, а затем двигались все выше и выше одним восходящим движением. И когда это не повторилось, мы начинаем предполагать худшее. Я думаю, это то, что сейчас делают многие. И для меня, чтобы быть как можно более кратким с точки зрения анализа, пока мы не опустились ниже уровня сентябрьского падения, который находится на отметке 40 тысяч долларов, я не начинаю волноваться. Если мы опустимся ниже этого уровня, я имею в виду приблизимся к нему, если мы закроемся ниже уровня 40 тысяч, тогда я начну волноваться и начну хеджировать свои позиции. Я приведу вам пример. Я не хочу вам давать совет, но если у меня есть пенсионный счет с пониженной налоговой ставкой или вообще не облагается налогом, я могу продать свой спот вот здесь и купить обратно, как только мы восстановимся в этой зоне. То есть иметь большую гибкость. То же самое для счета с кредитным плечом, либо торгового счета, либо так называемый умный счет, у которого есть свои налоговые особенности. Существуют также и другие возможности для хеджирования, включая набор позиций шорт на рынке фьючерсов. Основная идея следующая. Ниже 40 тысяч я начинаю немного волноваться. У нас была структура двойной вершины. Был пик вот здесь. Пик ли это цикл, но он был. Далее ретест этого уровня перед скатыванием обратно, но я ожидаю медвежий рынок в течение года. Этот медвежий рынок не обязательно будет массивным движением вниз, но он может оказаться карающим боковиком, как примерно здесь, как у нас был пик в июне, а затем мы так и не восстановились за практически целый год, а в середине этого движения был медвежий спад с глубоким провалом вниз. Варианты развития. У нас много вариантов развития в данном случае, но опять же, до тех пор, пока эта структура сохраняется и определенный данный уровень 30 тысяч, я думаю, что это очень-очень важный уровень с 50 процентами падения. Если данный уровень в 30 тысяч будет потерян, я определенно выйду из всех своих позиций. У меня всегда есть небольшие позиции, которые переходят из одного четырехлетнего цикла в другой, но я считаю, что ниже данного уровня в 30 тысяч закрытие на недельном уровне это серьезная проблема для данного рынка, и поэтому движение цены мне скажет, пойдем ли мы еще ниже? И цели ниже? Этот вопрос многие мне задавали, и я отвечу на него. И цели ниже могут быть абсолютно любыми, какими вы только их сможете представить. Зовите меня сумасшедшим, но нижние цели действительно идут вниз, как я уже говорил, сверху и до впадины в 85%. Вполне возможно и до уровня 10 тысяч. Это будет отражением предыдущих падений. которые мы видели в предыдущих 4 лет из цикла. Теперь, мы видели всего лишь от 3 до 4х по сравнению с пиком предыдущего цикла 2017. Так что аргументом в пользу медвежьего рынка может быть то, что если мы достигли вершин в этой зоне, то потому, что мы не видели тип продолжения бычьего рынка или пика, поэтому спокойное движение вниз может быть не так уж и плохо. но определенно возвращаясь к картине 2019 года или пику 2017 года, это может быть целью снова. И я буду осторожно подбирать слова в том случае, если мы достигли вершин в этой зоне по каким-либо причинам. Но я не уверен в этом. Я не уверен. На секундочку, если быть абсолютно честным. Но если движение цены мне подскажет обратное, я буду быстро в своих действиях. И знаете, приджировать и продавать их на уровне 40 тысяч, а затем полностью выходить на уровне 30 тысяч. Конец ли это всему? Не для меня. И скорее всего для всех, кто давно следит за данным процессом. И определенно получать прибыль в размере 10 крат на рынке спот для любых инвестициях это феноменально. Особенно, если так можно выразиться, когда у нас было движение в 3-4 крата и когда все ожидали прироста в 10 крат до отметки в 200 тысяч и выше, и особенно принимая во внимание огромную и значительную волатильность, которую мы видели в данном 4-летнем цикле. И чтобы выйти в худшем случае приростом в 10х за этот период и принимая во внимание все эти факторы, на мой взгляд, это хороший результат. Давайте отложим в сторону все разговоры о бедвежьих рынках и весь этот негатив и поговорим более позитивно. С точки зрения 4-летнего цикла и использования 60-дневных циклов для ориентира, мы, вероятно, находимся в боковике с последующим спуском вниз в феврале. И что я сейчас пытаюсь сделать, это построить в этой правой части структуру с возможным низом на уровне 40 тысяч и верхом на уровне 60 тысяч для еще одного цикла перед еще одним тестированием исторического максимума и его преодоления. И если это случится и мы последуем в данном направлении, во что я верю, мы увидим возможный прорыв этого уровня, за которым последует быстрый взлет и он будет достаточно резким. Это будет в течение двух 60-дневных циклов, не более, то есть 120 дней или 4 месяца. Мы это уже наблюдали ранее в подобных движениях в марте 2019 года. Конечно же, в октябрьском движении. Это были движения продолжительностью от 3 до 5 месяцев. И я определенно полагаю, что примерно к 4-летнему циклу и что минимум следующего 4-летнего цикла от нас на расстоянии в один год, я полагаю, что как только мы преодолеем верхний уровень, то начнется быстрое движение и большинство людей его снова пропустят и начнут входить по ценам 67, 80, 90 тысяч, оставив себе очень мало места до самой вершины. И это все потому, что если у нас начнется забег вверх, то вся история о суперциклах, все зоны поддержки снова наберут силу, всасывая и привлекая участие на самых верхах для обеспечения ликвидности для рынка и возможного последующего разворота вниз. Для меня, опять же, наблюдая за 10-ти месячными скользящими средними, вы знаете, для меня 10-ти месячные скользящие средние являются важным инструментом для определения тренда. Я люблю наблюдать за обычными трендами, соответствующими 10-ти месячным экспонсальным скользящим средним. Мы прямо в этой точке, немного даже ниже этого уровня, и здесь, я считаю, нам необходимо построить эту базу и удерживать ее, и поэтому потери данного уровня, ниже уровня в июне, определенно скажут мне, что тренд закончен. Уже слишком поздно для текущего цикла. Вы можете выходить из него, как мы это делали ранее в марте, потому что очень быстро взлетели вверх, затем маятником откатились обратно. Сейчас прошло три года из четырехлетнего цикла, и мы должны оказаться в действительно спекулятивной взрывной фазе цикла. Я не вижу возможности того, что рынок может позволить нам опуститься ниже этого уровня в 30 тысяч, и затем вернуться в рост. Просто уже недостаточно времени для того, я считаю, чтобы это произошло. Поэтому, как я утверждаю, мы должны удерживать данный уровень, возможно, откатиться вниз до уровня 40, и даже сделать фитиль до 30 резким движением, аналогично марта 2020. И к февралю я ожидаю движения обратно на тестирование данных вершин, и в дальнейшем я ожидаю двух циклов, не более двух циклов, которые примерно к летним месяцам, после чего падающий медвежий рынок. И позвольте вам представить, я не могу представить, потому что я уже об этом говорил ранее, я думаю, после этого мы можем ожидать относительно быстрого, буквально быстрого падения в медвежьем рынке четырехлетнего цикла, более резкого по натуре, чем что-либо другое, с последующим V-образным восстановлением к финальному забегу вершины следующего цикла. Это будет более ранняя вершина последующего четырехлетнего цикла, и это ни в коем случае не идея расширенных циклов. Минимумы четырехлетних циклов остаются последовательными, а вот вершины четырехлетних циклов, как было сказано в этом видео, могут быть где угодно. Я уверен, что с точки зрения более долгосрочной перспективы мы начнем видеть более скругленную форму этой структуры по мере достижения все больше капитализации рынка и начнем приближаться к уровню общего взросления класса активов. Я считаю, что затем этот взрывной пик подготовит место действия может быть не для уродливого медвежьего рынка, но медвежьего рынка, похожего на NASDAQ периода 2000-2003 годов. У нас случился период продолжительной консолидации. Я думаю, что это как раз то, что сейчас готовит нам данный рынок. Конечно, сейчас нет смысла говорить о последующих четырехлетних циклах, пока мы пытаемся понять, что будет в завершении текущего цикла. Все еще остается место для взрывного роста в этом четырехлетнем цикле. Так что давайте отложим пока это в сторону. Это не должно повлиять на ваше поведение в отношении аллокаций. Так что снова возвращаюсь к текущему четырехлетнему циклу. Я все еще полагаю и опять для того, чтобы действительно подвести итоги и завершить это видео, мы смотрим в сторону этого движения сюда. Движение ниже отметки в 30 тысяч это определенно закрытие позиций и сигнал выхода из рынка. Зона 40 тысяч выглядит как зона для хеджирования. Я не могу описать вам то и каким образом это нужно делать именно вам и нужно ли сделать вообще и думать ли об этом. В конечном итоге уровень в 30 тысяч гораздо более важный и его потеря означает сигнал к выходу из этого бычьего рынка текущего цикла. В противном случае опирайтесь также и на другие видео и фокусируйтесь на вашем психологическом состоянии и психологии. Если вы не можете удерживать эти большие прибыльные позиции и ситуация вас пугает, как я говорил ранее, закройте часть позиции, заберите часть прибыли. Биткоин сейчас стоит 47 тысяч. Не смотрите на него и не говорите, что он был на уровне 64 тысячи совсем недавно и я отпускаю столько прибыли. Смотрите на это, как я купил его за 4, за 5, за 8, 14, неважно, какое было число. Сейчас это 45 и это прекрасно. Так что мой единственный совет будет для тех, кто находится в позициях и переживает за них, просыпаясь и днем и ночью, смотрит на цену и действительно психует по поводу достижения рынком своих вершин. Вероятно, вы вложили слишком много и вы находитесь на отметке ваших рисков. Не позволяйте рынку выкинуть вас из позиций, особенно если вы приблизились к отметке 35, но не нарушили этого уровня вызывают у вас тошноту или вы напуганы потерей очередных 10 тысяч долларов от этого падения, тогда начинайте фиксировать небольшие прибыли. Это не конец света. Если вы можете поддержать рынок, если он может поддержать вас в этом забеге к вершинам следующего четырехлетнего цикла, то в конечном итоге вам необходимо делать именно это. Так что я надеюсь, что это помогло вам опять. Я сделал 13-15 видео за этот четырехлетний цикл. Сообщение все тоже, оно повторяется. Это больше о том, как вы воспринимаете рынок и дисциплина, которую вы вкладываете в конечном итоге, будет определяющим фактором вашего успеха. Наблюдение за графиками на протяжении дня, когда вы смотрите достаточно долго на эти графики, и если у вас появляются предубеждения к нему, тогда вы найдете в нем то, что хотите увидеть. Вам подскажет это ваше предубеждение противоположность тому, чтобы следовать тренду, следовать циклу. Сейчас мы наблюдаем за 10-месячными скользящими средними, направленными вверх, следуйте им пока, и опять же адаптируйтесь, когда он меняется и меняются факты. Сейчас они не изменились. Рынки не предполагают легкость, трейдинг и держание биткоина определенно никогда не было легким, так что следуйте этому и знайте, что в этом все дело, и я думаю у вас все получится. В конце концов, независимо от итогов этого четырехлетнего цикла, у вас должно быть все хорошо. Вы должны быть настроены на хороший результат, несмотря ни на что. Вопрос только в том, насколько хорошо. Спасибо вам большое, у меня будет следующее видео примерно через два месяца. Всех благ. Спасибо за просмотр, и если вы хотите больше такого контента, подписывайтесь на CryptoCommons и всем профита.